В областном перинатальном центре зарубежные специалисты провели мастер-класс для карагандинских коллег по лечению и профилактике нарушений обмена веществ у младенцев. После чего состоялся семинар, на котором обсудили достижения, проблемы и перспективы диагностики данного заболевания. Подробности у Даны Марат. Республиканский мастер-класс, в котором участвовали специалисты России, Татарстана и главный специалист по медицинской генетике нашей страны Гульнара Святова, обсудили итоги и перспективы скрининга республики. Сегодня на базе областного перинатального центра проводится мастер-класс, посвященный проблемам наследственного заболевания фенилкетонурии. Фенилкетонурия относится к наследственным заболеваниям обмена веществ, при выявлении которого, если вовремя выявить заболевание и вовремя начать лечение, ребенок может вырасти полноценным. Если диагностируется, такие дети, если не назначается вовремя лечение, они начинают отставать в развитии и являются инвалидами детства. Гульнара Святова отметила, что за 9 месяцев прошлого года внедрена косвенная перинатальная диагностика фенилкетонурии. Это очень актуально для нашей республики. Также выяснилось, что расширен выбор лечебных продуктов и еще очень большое достижение в том, что создан регистр больных. Теперь мы наконец-то конкретно знаем, не только статистику, мы знаем конкретную ситуацию с каждым нашим пациентом, мы знаем, что нам нужно помочь. И этот регистр не простая, а просто какая-то статистическая отчетная форма, то есть это действующая система. В Карагандинской области зарегистрировано 9 больных детей. Для специального питания и лечения деньги выделяются из государственного бюджета. Нужно отметить, что в других государствах больные такой возможности не имеют. Дети с нарушенным обменом веществ должны питаться именно вот с такими специализированными продуктами. Питаясь таким специализированным продуктом, дети смогут стать полноценными членами общества. Что касается новых направлений диагностики, в нашей республике внедрен метод ФИШ. Он необходим для исследования хромосомных аномалий, что особенно важно практической точки зрения, так как метод экономичен и занимает мало времени. Вторым регионом по внедрению этого метода является Карагандинская область. Кроме того, было отмечено, что подготовка кадров тоже идет своим ходом. Очередная подготовка кадров – это одно из основных направлений республиканской медико-медицинской консультации. Мы готовим к президентурии, это и первичная специализация, это цикл тематического усовершенствования всегда не менее двух в течение года. Это обучение на рабочем месте, тренинги, семинары. И новый метод – это проведение интерактивных лекций. У нас, как бы последняя лекция была в июле, как раз была посвящена проблемам диагностики, диетоперапии, прифинокетологии. Это все для всех регионов. У детей с заболеванием обмен на веществ самые главные симптомы – судороги и умственная отсталость. Это все приводит к инвалидности. Такие дети не могут посещать обычные детские сады и школы. Однако прогрессы в медицине дают немалый шанс обрести здоровье маленьким деткам нашей страны. Дана Маратба, Ужан Алипов, Евгений Афанасьев, Первый, Карагандинский.